Меньше 10 дней осталось до единого дня голосования. 18 сентября по всей стране пройдут выборы депутатов Государственной Думы России, а также депутатов Законодательных Собраний регионов. В Чувашии выберут новый состав Государственного Совета. Почти 4 миллиона бюллетеней уже поступили в территориальные избирательные комиссии. Всего их в республике 1183. Из них 15 расположены в лечебных учреждениях и в СИЗО. Открепительные удостоверения выдаются с 3 августа. Сейчас их на руках около 5000 из 38. Александр Цветков отметил, что это средний показатель. На предыдущих выборах в Государственную Думу цифра была больше. Порядка 20000 из 40. Раз открепительные удостоверения делаю, значит это действительно нужно. Это важная гарантия реализации избирательных прав действительно теми избирателями, которые не могут по уважительным причинам в день голосования присутствовать на своем избирательном участке. Но с чем нужно бороться? Нужно бороться с тем, чтобы эти открепительные удостоверения использовались как технологии. Нужно бороться с принуждением, когда избиратели по каким-то неведомым причинам заставляют получить открепительные. По словам Цветкова, сейчас есть механизмы реагирования на массовое использование открепительных удостоверений, будь то их подделка или голосование одним человеком с несколькими бланками. Что касается жалоб, за всю выборную кампанию в Центральную избирательную комиссию Чувашии поступило 200 жалоб. Все они детально проверяются. Мы знаем, что сейчас политика, новый подход к организации выборов со стороны ЦИК России направлен на максимальную гласность, максимальную открытость и реагирование на все случаи нарушений. Поэтому общее количество обращений в ЦИК России очень большое. Я так думаю, что в ЦИК России будет рассмотрена жалоба на одно из наших решений. В частности, на решение мы оставили в силе постановление окружной избирательной комиссии, Ленинской территориальной, об отказе в регистрации Каляеву Роману Викторовичу. Этот человек – двойник другого Романа Каляева. Последний уже известен на политическом поприще и был депутатом Чебоксарского городского собрания. Надо отметить, что технологии двойников активно работают в Чувашии. В некоторых одномандатных округах зарегистрированные кандидаты не участвуют в политических дебатах и не ведут предвыборную агитацию. Таких уже можно называть фантомами. Но бороться с технологией выдвижения двойников достаточно сложно. Теоретики права пытаются ее разрешить, но она реально очень трудно разрешима. Потому что здесь в противоречие вступают, с одной стороны, интересы кандидата, против которого используются эти технологии, с другой стороны, права человека. Никто же не запрещает, независимо от моего имени, никто мне не запрещает баллотироваться. Там вот тоже в Новом Чебоксарске Сергей Павлович Семенов говорит, что это мои кандидаты-двойники. Но, с другой стороны, они оба выдвинулись раньше, чем он. И только потом он выдвинулся. Вообще вопрос возникает, кто чей двойник. Хотя понятно, что эта технология используется против действующих депутатов Государственного Совета. Это не самая лучшая технология, но, к сожалению, она абсолютно законная. По словам Александра Цветкова, в такой ситуации остается один выход. Качественная проверка подписей, которые собирались за кандидата-двойника. В Цикчуваше надеются, что выборы пройдут без серьезных нарушений. Все эти факты не повлияют на волю изъявления избирателей. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика.